Здравствуйте, я Константин Кузнецов, технический эксперт по семенам кукурузы в регионе Волга, компания Сингента. Мы находимся на одном из поливных участков хозяйства, которое выращивает кукурузу на рашение, на зерно. И всех волнует один важный вопрос, почему не стоит начинать полив раньше. Мы собрали практики, опыт со всей территории РФ и готовы с вами поделиться этим опытом и разобрать нюансы и критерии, по которым необходимо принимать решение для того, чтобы начать полив. Первое, что необходимо сделать, это, конечно же, провести визуальную диагностику состояния растений, каком они находятся в состоянии. Верхняя часть растения, нижняя часть растений, то есть корневая система. Вот я выкопал растение заранее, мы с вами можем оценить ее корневую систему. Корневая система хорошо развита, разветвленная, имеет большую массу. В целом никаких негативных вещей я здесь не наблюдаю. По верхней лестостебельной массе видите растение зеленое, без каких-либо признаков дефицита питания. На данный момент времени фазы развития культуры мы можем определить по воротничкам, посчитав их количество и, соответственно, столько листьев и определить фазу. Вот начинаем. Первый листочек, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вот седьмой, седьмая перетяжка, седьмой воротничок. Это, соответственно, восьмой еще не появился, но через три дня примерно он там появится. Каждые три дня листочек появляется, угроза. Соответственно, на данный момент фазы развития культуры, седьмой лист. Зачем еще нужно следить? Это, конечно же, состояние почвы самой и наличие в нем влаги. Как это можно сделать? Ну, это можно сделать несколькими путями. Это, конечно, лабораторный метод. Отобрать почву, отвести ее на анализ, посмотреть какой там объем влаги в почве и, соответственно, принимать решение. Также можем с вами установить датчики почвенные, которые могут нам показывать, соответственно, диапазон оптимальной влажности. Соответственно, диапазон оптимальной влажности для кукурузы 75-80% от полевой гаемкости. Соответственно, вот в этих параметрах вы должны находиться. Если, соответственно, ниже этого параметра нужно начать поливать. Выше поливать не стоит, потому что кукуруза боится тоже затопления и соответственно один из интересных таких методов это полевой метод и миллиметр органолептики что нужно сделать вот мы прикопку где-то на сантиметров 20-25 вот видите вот профиль достаточно ровный без каких-либо проблем слоев расслаивание соответственно нет разрыва влаги и земля сырая влажная и вот землю так в комочек скамка вы видите у меня танкуется вот так и разваливается соответственно видите она и бросила никуда не развалилась песна на данный момент времени влаги в почве достаточно и поливать рано еще следующий момент очень важный для нас это конечно же до всего начала полива это провести уходные работы основные это конечно же защита сорняков геропатический период кукуруза 40 дней вот его нужно кукурузу защищать от сорняков подкормки какие-либо вы там запланировали внесение микроэлементов и если вы планировали междурядку тоже нужно будет провести тем самым без этого ну начинать полив рановато конечно же еще один важный момент это погодные условия без анализа погодных условий никаких решений нет смысла проводить полив потому что если у вас нормальная погода без каких-либо засух суховеев в почве достаточно влаги растения не складывают листья тургор хороший то нет смысла поливать естественно из вас суховей пересушенный верхний слой почвы начинается разрыв тургор теряется растение складывает листья с экономим влагу то соответственно полив нужно делать вот мы с вами видим что растение хорошо развиты на этом поле и проблем каких мы не наблюдаем прогноз погоды вы можете смотреть или в приложениях или соответственно использовать корпус оперейшн с которым он позволяет тоже эту аналитику делать еще один немалый момент почему 8 9 лист нужно ждать потому что еще корневая система до конца не сформирована вот в этот момент она уже только окончательно сформируется и будет готова к поглощению влаги и соответственно питательных элементов и что еще немаловажно на раны поливать если мы рано поливаем опять корневой системе возвращаемся она может сформироваться как ленивая корневая система это может как раз привести к тому что последующие этапы приведет полеганию или пересыхание верхнего слоя соответственно вы будете постоянно терять урожайность если верхняя корневая система будет наверху это тоже минус вообще корневая система куроза находится так на метровом шаре и наиболее интересное 70 процентов и продуктивный продуктивного объема находится где-то 0 60 сантиметров примерно вот в эту зону надо к нему стимой определить что еще поляная вода поливная вода должна быть температурой выше 10 градусов если она у вас холодный ниже 10 градусов соответственно нужно ее как-то перекачивать в резервуар дополнительно чтобы она нагревалась а только после этого ее оттуда брать и начинать полив соответственно у меня на этом все основные рекомендации мы принципе дали на этом поле мы скоро тоже начнем полив вот состояние хорошо развиты растений если какие-то остались вопросы мы можем с вами связаться или через социальные сети или через звонки через горячую линию задавайте вопросы пишите давайте разбирать ваши кейсы с вами была сингента всем пока и и и и